На святых хронопосов Константина и Елены это, наверное, такой исторический архи-перелом для мира, для Руси в частности, это князь Владимир и Ольга, но для мира это был, потому что это император была, империя римская была огромнейшая, она распространялась по многим местам, и тут и Африка, и просто огромная, континентально была. После чего еще больше христианства старого нас распространятся. Князь Константин Равнопостольный, он подписал эдикт о не гонении на христиан, на не истреблении их, а свободное их вероисповедание. То есть христиане могли, по крайней мере, теперь ни много ни мало убиенными, не валяться по улицам, и их уже перестали гнать. То есть они не стали государственной религией христианства, но они уже могли спокойно вероисповедовать, исповедовать свою веру и в том числе служить законопослушно гостерию своему, в частности императору Константину. А потом со временем, со временем христианство, как Любовь Божия, она распространилась, потому что язычество, оно само себя стало изживать, потому что когда ты находишь истину, то язычество для тебя становится просто бессмысленностью. И как я с одним как-то общался, язычником, я говорю, ну почему язычество ваше сегодня не актуально, единицы в нем, буквально единицы, там десятки, ну пусть сто человек. Он говорит, потому что мы избраны. Я говорю, избраны, потому что вас орел с Марса принес. Ну, у них теория такая, что откуда они появились на Земле. То, что их с Марса орел принес. Ну вот. И он говорит, ну принес. Я говорю, на Марсе ваши остались, так надо на Марс возвращаться, чтобы вы мысли с ним были. Вот. Ну а по большому счету, понимаете, суть язычества это поклонение и обман лукавых. Поэтому, естественно, когда первый писатель, христианин Туртелян сказал, что душа по своей природе христианка, поэтому стремится ко Христу, здесь сразу становится все понятно. Когда ты находишь в Христе, тебе уже не нужно язычество. И далее, и далее. Ну, их выдающаяся заслуга, что они дали верную нам как истину любви ко Господу. В пожилом возрасте императрица Елена, ей около 80 лет было, огромные археологические раскопки вела в Иерусалиме и нашла крест Господень. Чудотворно было подтверждено, что это он. Когда проходила похоронная процессия, возлагали, остановили похоронную процессию и усопшего возлагали на кресты. И когда положили на крест, на котором был распят Христос, тот воскрес. И тем утвердилось, что это именно тот крест, на котором был распят Христос. Ну, и далее, далее, конечно, можно рассказывать. Но самое главное, что они являются одними из главных ходателем перед лицем Божьим, не достойного, в том числе, имя, которое я ношу. Константина. Твердый, постоянный. Шучу. Спасибо большое. Благодарю всех за святые ваши молитвы. Все, кто именует эти имя, многое блага и вам лет. Аминь. Поздравляю всех, кто именуется Константином Еленовым. Всех сегодня именины. Именины. Именины это день святого. Ангела-хранителя это когда тебя крестили во время крестины. А день рождения это день рождения. Для общего развития. Так что у кого сегодня именины, всех поздравляю с угла. Субтитры сделал DimaTorzok